Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Я умею» с вами ведущая Анастасия Серикова. Сегодня у нас в гостях Амина Вараксина, победитель литературного конкурса, посвященного Дню рождения Махатмы Маганди. Здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! И организатор этого конкурса Айнур Утешева. Здравствуйте! Ну, рассказывайте, о чем конкурс? Данный конкурс был организован совместно с вами, Виви Канада, культурным центром при посольстве Индии в Казахстане и студией индийского танца «Шакти». Данный конкурс был создан, организован для того, чтобы приобщить наш народ к индийской культуре, чтобы развить какие-то литературные и песенные таланты среди молодежи Казахстана. И не только, то есть возрастных ограничений у нас не было. Амина, рассказывай, сколько тебе лет? Мне 15 лет, я учусь в школе номер 18. Как ты решила участвовать в таком конкурсе? Ты любишь индийскую культуру вообще? Да, мне очень нравится индийская культура. Я танцевала у Айнур. Мы однажды поехали на фестиваль индийской культуры, и тогда я поняла, что мне эта культура Индии очень сильно понравилась, и я решила участвовать. Что ты знаешь об этой стране? Я знаю, что там 29 штатов, и все штаты говорят на своем языке. И основной религией у них является буддизм. Ты бы хотела побывать в Индии? Да, конечно, это моя мечта. То есть ты, наверное, копишь деньги, чтобы уехать туда, в Индию, да? Какой город тебе нравится? Мне нравится. Я даже не знаю, мне все нравятся города. Все города в Индии, да? Хорошо. Ну, расскажи тогда, как ты готовилась к этому конкурсу, как ты выбирала стихотворение, что было самым сложным для тебя? Самым сложным являлось то, что я должна была его выучить и правильно его рассказать. Но я подумала, что лучше рассказать стих на индийском, но индийский я не знаю, поэтому мы договорились, что я буду учить на русском язык. Ты рассказывала на русском языке? Да, на русском языке я рассказывала. Как выбирала ты стихотворение? Почему выбрала именно это стихотворение? Я выбрала это стихотворение, потому что оно мне подходило, и я подумала, почему бы и нет. Подходило как? Душевно? Тебе сильно понравилось? Да. Ты такая прочитала первые две строчки и такая, вот это мое стихотворение, да? Да, так и было. Айнур, вы помогали участникам? Участникам, да, помогало. Если кто-то, например, не мог найти произведение Махатмы Ганди или какую-то его цитату, то я им давала ссылочки. Такая небольшая помощь, потому что у нас были и совсем маленькие дети, которым 6 лет, 8, поэтому немножечко я им помогала так. Скажи, скажите, пожалуйста, вот Амине вы помогали или все-таки она сама выбрала себе стихотворение? Ну, насчет Амины, она сама выбрала стих, и когда я просмотрела, меня это тронуло до глубины души, то есть мне это очень понравилось. И членам жюри это тоже понравилось. Амина, чем ты занимаешься в свободное время? В свободное время я хожу, конечно же, на актерский, в Старкидс. Еще что делаешь? Я учусь. Учишься? Все твое свободное время занимает учеба. Ты любишь ходить в школу? Сейчас можно честно говорить. Нет, они меня смотрят. Нет, они меня, мама смотрит, я не могу так сказать, да? Честно, нет. Честно, нет. Я люблю своих одноклассников. Любишь своих одноклассников? Ну, в школу ты такой труд, рано вставать, да? Ну, все-таки, наверное, у тебя есть все равно любимые предметы, потому что абсолютно у каждого есть любимый предмет. Какой у тебя? Это история Казахстана, всемирная история и русская литература. А что интересно вам говорят на истории Казахстана, что тебе так нравится? Или очень интересно рассказывает учитель? У нас очень хорошая учительница, да, вот, поэтому мне очень нравится. И она умеет подавать материал. Она вам ставит пятерки хорошие, поэтому? Нет, она честно оценивает. Честно оценивает. Ну, хорошо. Мне вот стало интересно, Махатма Ганди – это кто вообще? Это писатель? Махатма Ганди – это индийский философ и борец за независимость Индии. Он родился 2 октября 1869 года в городе Паранбар. Некоторое время учился в Англии, затем ездил в Африку. Там тоже продвигал свою философию ненасилия и помогал им в борьбе за независимость. Он является основателем индийской партии НК и один из первых, который разделил Индию на мусульманскую и индуистскую. Ну, то есть он не случайно выбран для этого конкурса. То есть он такой некий активист в Индии, да, кто как раз-таки помогает изучать людям индийскую культуру. Хорошо. Тогда мне интересно, у него только стихотворение или он пишет еще какие-то рассказы? Ну, он еще известен тем, что говорил очень хорошие цитаты, которые по сей день пользуются большой популярностью. Например, он говорил «Я твердо убежден, что мир построен на любви». И я использую в своей жизни такую цитату, он всегда говорил «Сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, затем с тобой борются, а потом тебя признают». То есть он следовал этой своей цитате всю жизнь и добился, конечно, не в столь раннем возрасте популярности, но уже ближе к старости он стал популярен. Амина, ты изучала биографию этого автора или ты сразу начала учить стихотворение? Я изучила биографию, то, что сказала Айнур, я посмотрела его цитаты, я прочитала все стихотворения, что были в переводе и выбрала этот стих. А были ли какие-нибудь цитаты, которые ты запомнила? Цитаты были, но тут сказала Айнур, поэтому... Уже, которые вот как раз-таки тебе понравилась она. Айнур, повторите еще раз, пожалуйста, эта цитата, мне она вот тоже понравилась. «Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, потом с тобой борются, а потом тебя признают». Это такая мотивация. Да. Да. Амина, скажи, как ты думаешь, вот детям сложно было изучать стихотворение Махатма Ганди? Ну, детям на конкурсе? Да. А дети на конкурсе, они больше там пели. Пели? Да. Там были цитаты, но стихов не было. То есть ты одна именно выучила стихотворение? Да. Это твоя фишка? Да. Так, да, я выучила это стихотворение. Молодец. Слушай, ну, мне бы хотелось услышать это стихотворение. Расскажешь? Очень хочу. Давай, расскажи. Может, даже не обязательно все, можешь какой-то отрывок рассказать. Уметь прощать – особый дар от Бога. Не на словах, а главное – в душе. Простить и отпустить не потому, что надо, а потому, что так умеешь ты в своей судьбе. Прощать и знать, что все осталось в прошлом. И боль, обида, испарилась, унеслась. В душе и сердце нежность и забота. Ты только знай, не стоит портить жизнь. Уметь прощать – особое искусство. Не каждому дано, не каждый им владеет. Глаза взгляни, пойми, пусть и нечетко, Что сердце тает и любить давно уже умеет. Душа открыта для добра и света. Она зовет нас встретить вместе в микросвета. И песню «Утреннего солнца» нам споет, Нас обязательно простит, поймет и поведет. И, научившись истинным великим, Ты постарайся свет добра в судьбу свою впустить. И постарайся дать ответ душой, не кривя. А можешь ты простить и не предать себя. Уметь прощать – особое искусство. Не на словах, а главное в душе. Простить и отпустить не потому, что надо, А потому, что это нужно и тебе. Браво. Слушай, ну такой сложный достаточно для детей стих. Как ты его понимаешь? Я спиналась, простите. Ничего страшного. Все хорошо. Ты хорошо рассказала, на самом деле. Спасибо. Я его поняла, что нужно простить и отпустить, Потому что это будет тяготить тебя. И ты не сможешь жить нормальной, полноценной жизнью, Если ты будешь нести этот груз, обиды, даже незазначительную повинность. А как ты считаешь, нужно ли уметь прощать? Все-таки Махатма Ганди прав? Да, но есть случаи тогда, когда прощать нельзя. Нельзя. Все-таки есть такие случаи. Хорошо. Тогда скажи мне, сама ты умеешь прощать? Да. То есть ты легко так отошла и все спокойно, Не ругаешься уже и не обижаешься, да? Я, конечно, ругаюсь и обижаюсь, но потом прощаю. То есть все-таки ты легко прощаешься, да? Хорошо, слушай, ты сказала, что ты ходишь на актерское мастерство. Есть ли у тебя какие-то любимые твои роли, которые ты играла, Они тебе запомнились? Я играла в спектакле про Анну Франк. Я играла главную роль. И еще я играла в авторском произведении, а это моя мама. Я играла отрицательную роль. А сама ты любишь отрицательные роли или положительные? Я люблю отрицательные роли. Почему? Потому что, ну, мне нравятся отрицательные персонажи, У которых есть своя история. А у положительных персонажей разве нет своей истории? Есть, но они меня в меньшей степени привлекают. То есть отрицательные персонажи тебя больше привлекают, а не такие вот негативные, хитрые, да? Тебе такие больше нравятся. Слушай, ну, Анна Франк, насколько мне известно, это очень такой положительный, и я бы даже сказала, мучительный, что ли, персонаж, да? Она ведь в реальности существовала, да? Это девочка, которая была мученицей, да? Расскажи, может быть, что-нибудь интересное из этого спектакля. Со спектакля или с ее жизнью? Можешь с ее жизнью рассказать. Да, у нее очень мучительная роль в этой истории. Она писала в дневнике все, что ее гложило, что происходило, как они прятались, как ей отец его подарил, как ее нашли. От чего они прятались? Они прятались от немецкой полиции. Они прятались в доме, насколько я понимаю, под крышей или под шкафом, который их скрывал. Не шкаф, а там была комната. И вот они боялись, что их заберет, потому что они евреи, и их заберет инквизиция и отправят в концлагерь. Но, к сожалению, прошло некоторое время, и их забрали, их нашли. Вычислили, их забрали в концлагеря, еще распределили. У нее была сестра, она очень сильно ее любила, но в конце концов она умерла во враге. Она ее нашла, встать не могла, и она умерла. То есть это грустная история, основанная на реальных событиях? Да. Когда вы изучали эту историю жизненную, вам грустно было? Да, конечно. Ты смогла вжиться в роль Анны Франкта? Ну, это могут оценить только зрители. Ну, вот на твой взгляд, как ты считаешь, ты справилась с этой ролью? Ведь эта роль не очень легкая, на самом деле очень сложная эмоционально. Да, я считаю, что я справилась с этой ролью. Что было самым сложным в этом спектакле для тебя? Самое сложное, это когда уводили сестру, когда ее взяли, нацисты их нашли, и когда отводили, она кричала сестре. Для тебя это было сложно? Именно как момент, когда ты читала, или именно момент, когда ты играла? Когда я играла роль и читала, это было очень мучительно. Тебе было сложно показать, как это, да? Да. А что было самым прекрасным в этом спектакле? Опыт? Самое прекрасное, это была игра актеров, которые со мной были. Которая тебе понравилась, да? Есть ли роль, о которой ты мечтаешь? Вот когда ты ее получишь, ты скажешь, это та роль, о которой я мечтала больше всего на свете. Есть такая роль? Сейчас. Ну или вообще? Вообще, может быть, ты в каком-то кино именно определенном... Я хочу сыграть в каком-нибудь историческом кино, чтобы у меня взяли, да, самого отрицательного персонажа. Самым отрицательным, то есть тебе вот только отрицательный. Почему ты так негативно относишься к положительным ролям? Это очень странно, но иногда я считаю их очень глупыми. Очень глупыми. Почему? Возникает у меня вопрос. В чем такая глупость положительных ролей? А, ведь кому-то идут такие роли, да? Да, голубые. Голубые роли, хорошо. А почему? Ну, иногда я замечаю глупость главных персонажей, главных героев. То есть идет такая красная шапочка, и ты такая говоришь, зачем ты, красная шапочка, идешь к волку? Тут же все очевидно. Она могла не сказать, она не могла куда сказать идти. То есть тебя это откровенно раздражает, да? То есть, а волк, который знает, что идет красная шапочка, это нормально получается, да? Ну, он хотел кушать. А, ну да. То есть волка ты оправдала, а красная шапочка, ну нет, да? Ну, молодец, Амина, рассмешила. Слушай, ну, а можешь ты сыграть какую-нибудь роль, отрывок сейчас? Вот, любую абсолютно. Вот ты говорила в спектакле, это моя мама, кажется, да? Можешь сыграть отрывок? Да, сыграть отрывок? Да. Что-нибудь изобразить, сыграть? Вот хочется актерской игры мне теперь. Отрицательной, знаешь, прям хочется. Я, насколько помню, я играла Лизу. Лизу? Да. Тебя так звали? Это твоя героиня. Что за героиня у тебя была? Расскажи. У меня была... Ну, она нисколько отрицательная, она была очень заносчивая от того, что она жила в детдоме, как и все. То есть у вас такие грустные спектакли? Вы специально, что ли, зрителя? Хотите, чтобы он плакал, да? Она жила в детдоме, как и все. Но там была главная героиня, которая ей очень не нравилась. И она хотела ей показать, какая она... Она не понимала, что у главной героини была своя проблема, ее мама не могла найти, она не могла найти свою мать, потому что ее тоже бросили, она не видела. То есть главная героиня хотела найти мать, а твоя героиня что хотела? Она просто хотела быть самой главной, самой такой, которая держала. Обминающейся, да? И получилось ли у твоей героини или все-таки нет? В конце нет. В конце нет все-таки, да? Нет. Ну что, ты сыграешь нам в Лизу? Ну что, девочки? Я забыла, как я... Честно, ты забыла игру или забыла слова все-таки? Я забыла слова, если честно. Если честно. А какие-нибудь еще роли ты помнишь? Есть что-нибудь, что запомнилось тебе? Что мне запомнилось? Я могу просто про них рассказать. Давай, расскажи, что тебе еще запомнилось. Мне запомнилось, как я играла клоуна. Клоуна. Ты играла клоун. Я вылезала из коробки, я прыгала. То есть это был такой, у-у-у, сюрприз, ехал. Так получилось, что мне пришлось выпрыгивать из коробки. Да. Я напугала всех. Всех напугала. Никто не ожидал, да? Хорошо. Скажи, что самое сложное в актерской профессии, на твой взгляд? И самое хорошее, например? Давай возьмем самые отрицательные моменты и самые положительные моменты. Самые хорошие моменты? Для актера, да. Это то, что вы можете познакомиться с другими людьми, у вас будет опыт, вы сможете участвовать в разных фестивалях. В спектаклях. В спектаклях, да. А самое отрицательное, что может быть, это... Сложное, давай так скажем. Сложное для актера. Это кризис. Кризис? Да. Творческий. Когда ничего не получается. Так. У тебя такое бывает? Пока что нет. То есть тебя еще кризис творческий не коснулся. А как ты думаешь, почему он случается-то у людей, творческий кризис, да, у актеров? Потому что... Вдохновения нет? Или вот почему? Или какой-то грустный период у человека начинается? Может быть, и грустный период, или что-то случилось, или вдохновения не хватает. Но когда вы делаете что-то и не получаете от этого отдачи, то становится не очень хорошо и грустно. Вот. То есть все-таки для актера самое важное – это отдача от зрителей. Как ты относишься к этой отдаче? Как ты себя чувствуешь, когда зрители тебе аплодируют? Вот все-таки даже в этом конкурсе ты ведь заработала зрительскую симпатию, и ты всем понравилась. Как ты относишься к такой отдаче? Я была удивлена, потому что я не думала, что я вообще выиграю. Да. И мне очень понравилось, что меня оценили. То, что я другим понравилась, что меня похвалили. Я выиграла. Вот. Для меня зрительская симпатия – это самое главное. Даже если я буду мало получать или где-то работать, то если меня будут любить, я буду продолжать это делать. Ага. Расскажи, кем ты хочешь стать? Я хочу стать актрисой. Актрисой. А мама кем хочешь, чтобы ты стала? Мама? Маме все равно. Мама смирилась, да, что ты хочешь стать актрисой? А вот папа хочет, чтобы я стала хирургом. Ну, а ты же. А как ты папе объясняешь, что ты будешь актрисой? Как он вообще реагирует на это? Прости, пап. Папа сейчас смотрит? Пап, я стану актрисой. Все-таки я стану актрисой, да? Ты уже решила, да? Ну, ты готовишься к поступлению в театральные вузы? Это ведь не так легко на самом деле. Да, я знаю. Я в девятом классе, поэтому у меня еще два года. То есть ты после одиннадцатого класса планируешь поступить куда-то далеко в театральный поехать, учиться, да? Хорошо. Я благодарю вас за этот интересный эфир. Большое спасибо. Амин, очень интересно было с тобой общаться. Аймир Вольф, вам тоже большое спасибо. Дорогие друзья, ну а сегодня наш эфир подошел к концу. Смотрите нас. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»